В его фильмах только и разговоров, что о кино. Об актерах и режиссерах. Мой брюдер sieht so gut aus, dass der режиссер, Папст, eine großaufnahme von ihm gedreht hat. О фильмах. A 1970-модельный Dodge Challenger with a white paint job. Oh, Kowalski! Kowalski from Vanishing Point. Mate, it's a fucking classic. О киностудии. Where's Toluca Lane? It's just over the hill here, over my Burbank studio. Фантастические истории про рыцарей боевых искусств. Японские костюмно-исторические картины Дзи Дайгеки. Разнообразные кунг-фу боевики. Итальянские спагетти-вестерны. Американские фильмы категории B. Кажется, что его собственное кино является продолжением этого опыта. Тарантино снимает то, что было бы не стыдно показать самому себе в детстве в том же кинотеатре. Такое кино должно развлекать и удивлять. Без возрастных ограничений, разумеется. Поэтому в нем так много юмора. Поэтому в нем так много киношного, то есть зачастую неправдоподобного, но очень яркого насилия. И поэтому его автор постоянно помнит о том, что любой его рассказ — это картинки в нашей голове. И все это — наследие того времени, когда, как говорит сам Тарантино, мы пересматривали любимые фильмы по многу раз. Отсюда и то, что он нашпиговывает свое кино бесконечными цитатами из «Увиденного». Так, на экране складывается личная антология кинематографа, которую практически невозможно считать всю сразу. Настолько разнообразны и многочисленны отсылки. Тарантино равно дороги и банда аутсайдеров Гадара, и убийца Сёгуна, Роберта Хьюстона и Кэнди Мисуми, которого смотрят героини «Убить Билла». И «Унесенный ветром» Виктора Флеминга и Дэвида Селзника, и «Метрополис» Фрица Ланга, и многое-многое другое. Нам остается только пересматривать и находиться на экране. Все новые и новые приветы из прошлого. Любовь Тарантино к старому кино проявляется не только в скрытых и явных омажах, но и в том, как он снимает. Этот режиссер — апологет аналогового кинематографа, поэтому все свои фильмы он снял на пленку. А для омерзительной «восьмерки» и вовсе использовал ныне уже почти позабытый 70-мм формат. Так снимались великие блокбастеры прошлого — «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, Лоуренс Аравийский Дэвида Лина и «Бен Гур» Уильяма Уайлера. Занятно, что Тарантино использовал суперширокий кадр для фильма, почти все действие которого происходит в замкнутом пространстве. В своих фильмах он воспроизводит жанровые клише, стандарты, приемы, как когда начинает использовать резкие приближения и отдаления, и сразу вспоминаются классические кунг-фу-боевики. Тарантино создает идеальные фильмы для самого себя, собирая в них все, что ему дорого в кино. Любимых актеров, понравившиеся жанры, слоу-мо, бесконечные диалоги, отсылки к истории кино, любимую музыку и странные личные детали. Например, почти в каждом фильме можно найти героя в черно-белом костюме, кадры с женскими ступнями или упоминания родного для Тарантино штата Теннесси. Кажется, что больше всего удовольствия от фильмов Тарантино получает сам Тарантино. Смотришь кино и ненароком представляешь себе, как он смеется, написав особенно дерзкую сцену или поставив особенно дерзкий эпизод. И, будем честными, его смех довольно заразителен. Но смех смехом, а нет ничего важнее кино. Почти в каждом фильме Тарантино персонажи что-то репетируют, играют роли, и от успешности их игры часто зависит их жизнь. А наиболее важная роль кинематографу отводится в «Бесславных ублюдках», где от актрисы, кинокритика и хозяйки кинотеатра зависит ход истории. Смогут ли они убить Гитлера или нет? Сможет ли сила кино спасти мир? Конечно, сможет. В мире Тарантино кино всесильно. «Бесславные ублюдки» 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 Продолжение следует...